Тротина территории Могилевской области потерпела адрадиационного забрудживания, а это 1100 населенных пунктов. По-соправдному осиротели больше 160 вёсок и посёлков. Чарнобыльская катастрофа изменила житие многих и многих примусила вучиться жить у новых обставинах. На социально-экономичное развитие потерпелых районов робит сегодня увагу держава. Про выниковость этой работы ведут говорку у дельники областной акции марафона, який носит символичную назву – адраджение. Представники улады, громадских организаций, ликвидаторы и переселенцы из всей области не выпадково собрались в Краснополе. Это один из наибольшь потерпелых районов Могилевшины. Кожный из этих людей узгадывают те сумные дни. Это было прекрасное весеннее утро, светило солнце, как бы ни на что не предвещало виды. Но тогда уже начали летать вертолеты, самолеты. В чём-то уже было непонятно, что случилось. Мы потом 1 мая нам объявили, что так и так. Про с 30 годов мясовый жахар из допомога и державы доказывают, что жить на этих территориях можно. Новая чарнобыльская программа продугледживает не только переодолевание наступства аварий на ЧАЭС, а и развитие потерпелых районов. Так на импровизованной выставе свою чистую продукцию представили организации господарки Краснополщины и навод фермеры. У них есть право сегодня, право на отселение. Но если люди выбрали сегодня и хотят здесь жить, ведь это края, их родина, государство всё делает для того, чтобы они могли жить. 330 миллиардов рублей заплановано выдатковать сё лета с республиканского бюджета на мероприемстве по одновлении развития регионов. Повная частка сродка унакируется и на Краснополщину. За пять лет мы провели более 200 километров газораспределительных сетей по области, газифицировали несколько тысяч домовых квартир. Всё лето на Краснополщине плануется газификовать ещё два населенные пункта и завершить другую чергу физкультурно-оздоровленчего комплекса. Катярына Городницкая, Александр Тарасов, Новины, РГИОН.